здравствуйте уважаемые зрители здравствуйте владыка здравствуйте пуст это время строгих ограничений они касаются не только еды вот говорят что во время поста главное не есть друг друга то есть не ругаться не гневаться друг на друга так ли это я бы сразу небольшую коррективу после это время самоограничений это очень важно то есть каждый человек решает вот принимает он эти ограничения или не принимает масса людей вокруг нас не поститься и не задумывается даже о том что идет великий пост это первое второе вот это вот выражение оно когда-то когда было сказано может быть вполне уместно каком-то каким-то людям или какому-то человеку в определенной ситуации да понятно что если человек поститься внешне но при этом остается таким же злым раздражительным завистливым может накричать нагрубить обидеть человека конечно пуск никакого значения иметь не будет и когда кто-то в сердцах сказал ты лучше ли ты лучше лучше чего только людей не ешь понятно какому-то отдельному человеку в конкретной ситуации это может быть и вполне такое доброе правильное пожелание но эту фразу так часто стали использовать люди да люди которые не хотят поститься но тоже не хотят себя считать православными христианами да и поэтому она приобрела некое такое против как перевертыш такой приобрела противоположный смысл да типа но неважно но постишься не постишься главное быть хорошим человеком это уже не церковное христианство это так просто за все хорошее как что называется поэтому мы к этим словам относимся сдержанно повторюсь они могут быть сказано какому-то человеку потому что конечно же смысл поста отнюдь не в ограничениях в пище в развлечениях там смотрение телевизора в прочих вещах нет пост это прежде всего работа над собой а все ограничения это некие вспомогательные такие вот костыли которые помогают человеку над собой работать но вот есть поговорка хорошее сытое брюхо к учению глухо к молитве но тоже глухо и вообще к добрым делам тоже глухо мы знаем что сытый голодного не разумеет ну и так далее вот такие народные поговорки они очень недалеки от христианства и они говорят о том собственно по ним можно понять почему церковь устанавливает время воздержания время поста именно для для именно для того чтобы человек имел большую такую способность работать над своим внутренним миром только и всего это самое главное а работа над внутренним миром заключается в том что человек должен бороться со своими страстями грехами немощами падениями и обязательно исторгая из сердца какие-то грехи обязательно стараться насадить туда добродетели то есть если человек завистлив ну по жизни вот он ходит вот и смотрит на люди ему завидно становится вот у этого есть у меня нету вот это купила а я не могу вот и так далее это все постоянное такое вот бывает вот так не только научить себя усилием воли или молитвой или тем и другим вместе не завидовать но надо еще научить гораздо более сложному делу радоваться радости другого человека это вообще это запредельно сложно вот если кто-то попробует вот себя вот в себе в себя смотреться вглубь и начать себя вот этому учить это крайне сложно очень трудно и очень нелегко дается но и если человек допустим угрызается там обижает всех вот надо научиться никого не обижать и самому не обижаться вот тебе обозвали ты благодушствуешь да вот это уже будет результат поста это гораздо важнее чем там ты сбросишь там 10 килограмм или наоборот наберешь на макаронах и картошке еще больше вот поэтому поэтому конечно же вот в на внутренняя работа человека над собой это самое главное во время поста вот и безусловно есть никого живых людей ни в коем случае не надо какие все таки ограничения действуют во время поста можно так перечислить ограничение ну мы уже говорили о том что это ограничение в пище исключается пища животного происхождения а допустим если человек не может по состоянию здоровья полностью и полностью исключить но есть такое такое обычай заключайте то что вам больше всего хочется вот я допустим знаю человек который варенье не ест великим постом когда и очень любит да или там еще сладости какие-то да ну то есть вот обязательно принцип утеснить самого себя мы же как живем мы привыкли удовлетворять свои потребности вот как только они возникли вот захотелось протяну руку да сейчас так можно так многие так получается жить вот захотелось пошел а вот заставив себя воздержаться вот ну и конечно же как я сказал это работа над собой это самое главное вот великим постом это воздержание от пищи это воздержание от каких-то злых дел от зависти ненависти гнева памятозлобия вот это воздержание от развлечений в том числе так сказать каких-то застолий каких-то может быть игр все если человека их любит так что ими занимается там чтобы большую часть свободного времени но и так далее есть такое поверье что будут прощены грехи тем кто поститься ну нет конечно же это поведет именно поверье вы знаете вот есть такой рассказ в древнем потери к одному монаху пришел дьявол или старик вот что такое вот почему вот чего вот у тебя есть того чего меня нету ты постишься я вообще не ем ты молишься по ночам а я вообще не сплю что такое вот почему то вот ты вот и я а монах сказал у тебя нет смирения да сказал сказал дьявол этого у меня нет и не может быть и исчез поэтому вот поститься просто вот и думать что ради из-за этого что-то случится со мной хорошее меня грехи простятся нет конечно грехи надо грехах надо каяться их надо заглаживать своей жизнью вот с ними надо беспощадно бороться а пост повторюсь лишь только некая такая поддержка человека в его внутреннем делании спасибо владыка пожалуйста до свидания до свидания уважаемые зрители 23 марта во вторник второй седмицы великого поста день кончины митрополита прокла на месте его покоения в крипте под алтарем спаса вознесенского кафедрального собора города ульяновска была совершена панихида соборное служение панихиды возглавил митрополит симбирский новоспадский лонгин ему заслужил духовенство симбирской епархии мы как-то так с ним неплохо общались он был наверное человеком очень таким добрым гостеприимным у тебя есть хорошее старое слово уведливым и с ним было всегда очень как-то комфортно легко общаться он очень любил свою епархию симбирскую землю и там метрополия которую сегодня есть она была создана при нем и его усилиями его стараниями я думаю что именно поэтому память его для симбирской церкви должна быть очень и очень добрый и благодатной в миру николай васильевич хазов родился 10 октября 1943 года в городе ленинграде в семье служащего свои религиозные чувства не и убеждения получил благодаря бабушки которая была духовной дочерью святого серафима вырезкого по окончании ленинградского техникума легкой промышленности служил советской армии 5 января 1973 года был пострижен монашество митрополитом ленинградским и новгородским никодимом с наречением имени в честь святителя прокла архиепископа константинопольского епископ впоследствии митрополит прокл был назначен на ульяновскую и миликерскую кафедру 1989 году перед ним стояла непростая задача возрождение церковной жизни в ульяновске и других городах и весях ульяновской области края некогда считавшимся оплотом атеизма в годы его служения церкви были возвращены многие святыни среди них чудотворные боголюбская и жадовская иконы пресвятой богородицы к лику святых были причислены блаженный андрей симбирский преподобный гавриил миликерский а также другие новомученики и исповедники земли симбирской владыка прокл осуществил строительство кафедрального спаса вознесенского собора благодаря стараниям владыки стала развиваться миссия в информационном пространстве и появились первые православные молодежные клубы прихожане и духовенство до сих пор тепло вспоминают о владыке прокле и времени его служения на симбирской кафедре первый митрополит земли симбирской в истории преосвященный митрополит прокл много сделал для симбирской епархии это был человек эпоха в том числе вот его трудами его молитвами его бессонными ночами строился вот этот вот спаса вознесенский кафедральный собор он всегда был добр я всегда его любил как отца он мог тебя и пожурить мог посетовать на тебя ты мог прийти к нему и поплакаться и он тебя утешит вот как настоящий родной отец вот таким я помню владыку прокла скончался высокопреосвященнейший митрополит прокл 23 марта 2014 года после 25 лет преданного служения богу и святой церкви на симбирской земле сергей николаев владислав фролов симбирская митрополия добрый день дорогие зрители продолжим отвечать на ваши вопросы почему современные христианские храмы стараются украсть как можно богаче разве господу это нужно ведь у ранних христиан было очень строгие в храмы аскетическое убранство в чем смысл такого украшательства и откуда пошла эта традиция вообще строительство храмов идет с самого древнего древности если мы откроем с вами книгу ветхого завета под названием исход 25 главу то сам господь бог определяет что нужно для для строительства храма для строительства храма господь определяет что каждый тогда это еврей евреи вышедшие из плена должен был пожертвовать золото серебро медь и драгоценные ткани елей самый лучший для того чтобы из этого всего совершить храмовую утварь и храма украшение поэтому с тех самых времен и пошла такая традиция что для храма приготовляя используются самые дорогие самые драгоценные материалы для того чтобы принести богу самый лучший дар потому что так повелось самой древности что христе всякий верующий потом евреи а потом христианин был обязан даже начатки своих урожая своего урожая приносить храму тем самым показывая что свое отношение храм к сожалению своему сейчас мы видим как пытаются упрекнуть том что вот золотим иконы золотим храмы но в время лучше бы может быть помогли бедным но знаете вот такое отношение она немножечко ну не совсем верным наверно потому что те кто говорят об этом могли бы сами показать первую очередь пример в этом да то есть мы же с вами любя любя свой дом свое жилье мы его украшаем мы используем не самые дешевые обои мы не используем самую дешевую плитку мы не используем самые дешевые какие-то вещи которые украшают именно наше жилье а и тем более если мы занимаемся строительстве храма божьего то здесь конечно же мы должны использовать как можно лучше вы материалы которые бы послужили ко славе бога а мы нуждаемся в том чтобы принести богу самое лучшее что у нас есть в этом мире поэтому украшение храма должно все-таки мы и тем более не должны забывать что это все таки в первую очередь является жертвой которую мы приносим богу и жертву каждый приносит от своего достатка своего от своих возможностей поэтому все вот эти нападки на украшательство храма что они чрезмерно может быть благоукрашены какими-то золотыми вещами это всего лишь такое знаете нападки именно такие чтобы человек пытается наверно свою не милосердие свое не милость свою жадность до прикрыть вот этими такими нападки на поэтому всегда так было что в храмы приносил самые лучшие богу посвящалось самое лучшее свет благодати становится еще ближе к миру если к нему приблизился монастырь то же самое можно сказать о женском монастыре михаил архангела расположенного в селе комаровка ульяновского района 40 километрах от ульяновск его история не характерна для постсоветского периода как правило монастыри возникает на месте старых обителей имевших свою историю михаиловский монастырь был основан в 1994 году вокруг бывшего приходского храма архангела михаил тремя годами раньше объезжая пределы епархии епископ симбирский миликеский прокол ныне усопший обратил внимание настоявший несколько особняком от домов села комаровка полуразрушенный постов храм когда сюда прибыл впервые то здесь был полуразрушенный храм и сторожка крышей на полу вот и все остальное было просто подбище на отделанных формованным кирпичом узорных стенах старого храма росли березы как гласит история храм был построен в 1918 году известно что два года священником не служил святой земли симбирской священно-мученик александр гневушев церковь была закрыта в 1932 году затем неоднократно предпринимались попытки разрушить храм полностью даже взрывали динамитом он сильно пострадал но выстоял полуразрушенный храм был в ужасном состоянии однако его обрамляла живописная местность что напомнила епископу проклу обитель в пюктицах далекой эстонии и он сказал тогда здесь будет основан женский монастырь у строительницы монастыря была назначена инокиня марина бывший насельница свято-троицкого женского монастыря колонны ставшие впоследствии игуменей магдалиной настоятельницы обители владыка прокл знал об ее архитектурно-строительных познаний когда здесь уже образовался монастырь то храма этого сельского не хватало на всех по праздникам приезжало много народу и многим им приходилось стоять на улице во время службы поэтому реконструкция храма была насущным вопросом для монастыря и его стали расширять ульяновский архитектор дмитрий нецветаев сделал проект реконструкции храма который позже был доработан институтом спецпроекта реставрации в результате храм увеличил свою площадь примерно в два с половиной раза у него очень сложная посадка на местности он стоит скажем так на холме и для того чтобы расширить нам пришлось сделать подпорную стенку и вход делать по бокам поэтому пластика архитектурный довольно интересное получилось которое нас отсылает к деревянному зодчеству вот таких кирпичных воплощений деревянных форм наверное единицы если вообще не объем работ был колоссальный но реконструкция храма прошла удивительно быстро всего за два года золотые купола который сейчас венчает храмовое сооружение были изготовлены челябинской фирмы как говорит архитектор пришлось сделать больше десяти вариантов возможных поплощений этих куполов возникли претензии у изготовителя потому что привести главный купол был проблематично из-за его большого диаметра тем не менее несмотря на то что и матушка была согласна уменьшить диаметр я настаивал на том что это делать не стоит и главный купол у нас остался таким каким проектировал свет оправдала себя купола устанавливали при владыке феофане ныне усопшего и он же их освещал внутри храм тоже поражает своей красотой храмовое убранство полностью выполнено из дерева внимание привлекает иконостас главного храма монастыря это дело рук прекрасного мастера и человека александра шалана конечно все сделано после многочисленных согласований с матушкой игумене магдалиной и по эскизам матушки инокентия и архитектора дмитрии нецветаеву жемчужный иконостас это царские врата которые сделаны с включением элементов из печеного стекла это уникальный опыт опять же нам подсказал александр николаевич шалан благодаря тому что у него знакомый занимается этим спеканием стекла обрамление вокруг икон тоже из печеного стекла когда зажигается свет в иконостасе эти витражные элементы переливаются приятным для глаза светом позже александр шалан сделал много мебели для монастыря в том числе отреставрированы лестницу которая ведет на колокольник балкончик клироса все резные работы по дереву среди святынь храма есть икона которую хранили местные жители долгие годы до его возрождения это чудный образ владычицы богородицы казанской божией матери она в нашем храме в нашем монастыре была в егуменских покоях у матушки егумене лик был темный но с какого-то времени матушка лет 15 назад матушка заметила что лик просветлил и мы по благословению матушки крестным ходом перенесли образ храм матушка егумене заказала киот подобно киоту жадовской иконы божией матери и с тех пор пошли поклониться святому образу верующим своих молитвах они просили божией матери и получали исцеление дар при святой богородицы молящиеся оставляли то что могли пожертвовать приношение матушка егумене отдала ювелиру который сделал изящное обрамление для века божьей матери рядом находится еще одна чудотворная икона иверской божьей матери ее копия была заказана специально для монастыря одним прихожанином и привезена им из монастыря расположенного на священной горе афон не менее значимой считается икона покров архистратига михаил ее написал в 2000 году ульяновский иконописец алексей яковлев в ней зримо воплощено видение явившиеся владыки проклу во сне архангел михаил осеняющий своим благословением строящийся монастырь также среди святынь храма находится мощевик с частицами святых мощей которые по вере церкви служат залогом присутствия святых при богослужении здесь у нас и все старцы оптинские и наш андрей частицы его андрея блаженную симбирской матронушки московской много здесь различных которые можем приложиться и помолиться марии магдалина святая равнопосленная это святынь тоже великая это говорит о том что святые вместе с нами вместе с нами и всегда мы молимся им и просим о чем-то что и исполняется по вере нашей год назад в храме мастеря появилась еще одна святыня мощи святой великомученицы варвары они были подарены владыка иосифу а мощи эти были привезены из киева вы знаете что мощи находятся в киеве и здесь находится целая глава такой святыни нигде в мире нету целая глава находится у нас спускаясь от храма архангела михаила вниз по склону и подойдем к трапезной в этом здании на втором этаже расположен домовой храм жен мироносец тех кто следовал за спасителем в его путешествиях и помогал ему иконостас здесь расписан монахиней засимой она по образованию художник храм небольшой но он как бы во время когда нас реконструировался храм архангела михаила у нас очень выручал потому что шли бы в служение в этом храме непосредственно этот храм для монастыря важен еще и тем что именно здесь проходит особенное таинство по стрику монашества это таинство к нему и долгими трудами и годами идут сестры которые желающие поступать в монастырь приходят трудиться молиться и если все-таки у них появляется желание на этом пути встать они принимаются в послушники послушницы матушка одевает их послушницы дается богородичные платья платок пояс четкий и с этого дня становится на путь к монашество другая ступень подготовительная к монашеству которая утверждена в монастыре это иночество иноческий постриг опять же совершается по желанию сестры это символическое пострижение волос инокине благословляется носить рясу камелавку и четку и иногда нарекается новым именем в честь нового небесного покровителя постригает миначество и душе и в сердце согласен действительно свою жизнь всю посвятить богу служение богу по говорят до конца дней своих чтобы и молитву и трудом своим помогать не только себе мы были в монастыре на кануне михайлова дня престольного праздника поэтому в трапезной расположенной прямо под храмом и в пекарне работа кипела пекли и разрисовывали пряники традиционное угощение к этому празднику рецепт пряников и макеты рисунков разработали сами сестры мы с божьей помощью обманшкин благословение разработали такой рецепт постного пряника и постной глазури и постного шоколада чтобы если человек его вкусил и в постный день и если праздник попадает и в день такой что можно было любое время его как говорится порадоваться и вкусить его во славу боже третий храм в монастыре надвратный который находится над вратами в монастырь он освящен в честь святителя григория паламы святитель григорий паламы написал много трудов связано с монашествующим с монашествующими особенно том писал он как молиться и супер молитвы как добиться созерцания божия как почувствовать бога благодать божия без молитвы немыслима жизнь обители весь распорядок монастырской жизни строится в зависимости от молитвенного правила и церковных служб служба у нас начинается в 4 утра и заканчивается 8 вечера это суточный круг богослужения 4 утра с полоншинцы затем утренняя затем часы литургии когда она есть на не каждый день у нас и вечерняя затем еще вечером молебен на воскресенье бывает у нас михаил архангел раз в месяц панихиды бывает по субботам и молебен на воскресенье каждое воскресенье он требовал чтобы монастырская жизнь была четко отлажена в обители каждой сестра несет определенные послушания на клиросе на колокольни просфор не на кухне и в трапезной в резнице в пошивочной мастерской сестры выполняют работы по уходу за цветниками поддерживают чистоту и порядок в храмах часовне и в сестринском корпусе стирает и утюжит белье проводят экскурсии по монастырю для паломников принимают участие в создании и поддержании монастырского сайта читает неусыпаемую псалтырь трудиться на монастырском подворье сегодня михаиловский женский монастырь раскинулся на холме и занимает более трех гектаров по его юго-западной стороне за 25 с лишним лет разрослись монастырские сады центральная территория засажена елями соснами и каштанами восточная сторона холма отведена под огород в теплице и пчельник у подножия холма монастырский прод вода в него поступает из святых источников местной достопримечательностью является колодец со святой водой который назван честь архангела гавриила он находится в 50 метрах от игуменского корпуса говорят что это вода очень многим помогла справиться с болезнями и поставила на ноги несмотря на неутешительные прогнозы врачей недалеко от колодца есть другой святой источник архангела михаил по благословлению архиепископа симбирского и мелькесского прокла стараниями населиться обители на этом месте была устроена и освещена часовне с купелью честь архангела михаила вода в купеле лечебная наполняется из трех родников проходит через пласты голубой глины и температуры зимой и летом выше четырех градусов не поднимается здесь люди приезжают и выселение души и тела по и по молитвам их нему сердию молятся архангела михаила просит у него помощи и люди здесь исцеляются окнув окунувшись в эту святую воду еще одна купель стоит прямо на пруду как правило она используется во время крещения посетив монастырь мы убедились что это место удел для избранных здесь принимают тех кто жаждет исцеления однако монахами и монахинями не становится в силу тех или иных жизненных обстоятельств ими рождаются это воины на поле духовной брани и чем крепче обители тем меньше в мире войн скорби болезни и пока есть монастыри есть молитва за мир и тем спокойнее живется нам с вами в этом мире